Девушки отдыхают 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 все внимание. Знаете, как ждут? Ага, придет актер, и сейчас будет вот такой фонтан всего слов, эмоций. И вот появился совершенно молчащий, я его увидела в стоящем у стенки разглядывающем книге. Сначала поразил рост, потом он развернулся к нам, улыбнулся, познакомились. И вот весь вечер он практически молчал, чем, конечно, вот совершенно взял просто вот с первой встречи, вот совершенно другим, а не тем, что ожидалось. Я вот это все отношу за тот счет, что он был мужиком, редкое качество, потому что актерство вообще женская профессия. Оно ведь, понимаете, есть такая поговорка, что актриса – это больше, чем женщина, а актер – это меньше, чем мужчина. Ну, профессия эмоциональная, а эмоциональная структура у женщин всегда сильнее, и никуда от этого не денешься, это знают сексологи, это Древняя Греция знала, это все. Владик при всем при том, при всей этой профессии, он ухитрялся оставаться мужиком. Истинным, надежным, верным, привлекательным. Ну, и так далее. Что у него было сразу, что у него было от природы, что ему было дано Богом и родителями – это, ну, как бы вам сказать, направление, по которому он должен жить. Он должен был, обязан был быть актером. Когда он перенес инфаркт, и когда врачи сказали, что как можно больше, меньше поездок, экспедиций, и вообще, и вообще лучше бы сменить профессию. На что он тоже как-то вот с полуулыбкой своей, да, попробуй, да. Пошел проситься в Омский драматический театр, где меня знали с малых лет. Там работал отец. Полтора сезона в театре. Мало, к сожалению, потому что уверен, год работы в театре дает больше трех лет учебы. И все же человек, приходящий в театр, всегда человек со стороны. Ему очень сложно сразу же выйти на сцену. Я так и остался здесь Владиком у теть Галь и дяди Леш. Самое смешное то, что я не помню его в театре, его ролей. Вот работая с ним, я не помню, вот не могу сказать. Я знаю, что он играл. У нас был такой спектакль, Хайкин ставил с вечера до полудня. Играл Челищев, и он играл. Челищева помню, его не помню. Ну, не помню я его, ничего не могу. Ну, а вот сказку, это первая моя роль была в этом театре, сказка «Оловянные кольца принцессы Алили». Но он играл какой-то там шахин-шах, какой-то персиянин, какой-то сказочник, который какие-то фокусы там делал, луну из-за пазухи доставал. В общем, какой-то был шах персидский там. Вот, поэтому я его помню, вот только по этой пьесе. Он у нас в театре был абсолютным авторитетом по вопросам медицины. Кто споткнется, ногу надо выпрямить, или там поречь, вадик, иди сюда. Он даже, у него даже была беленькая шапочка для смеха, мы одевали. Ситуация очень смешная. В театре перспективы нет. Внешность у него такая специфическая, да-да-да. И он надумал пойти в геологию. Его друг Талямба, значит, геолог, и он решил с ним уйти в геологию. Книжки какие-то приволок, стал читать. Ну, пока только рабочим. Но решил уже круто поменять свою жизнь. Ну, он маме говорит, что все, значит, закрываем эту страницу, все. Я из театра ухожу. Есть актеры, которые могут и там, и там играть, а есть, которые только в кино. Мне так кажется, что его темперамент, которым он обладал, он не перехлёстывался через сцену в зал. Его было мало. Вот его внутреннее состояние и его даже голос, я не имею в виду громкость, а вот тон голоса, его внутреннее напряжение голоса, оно не совпадало с его фактурой. Когда он говорил, он казался, голос был несколько безвольным в соотношении с его фигурой. И его темперамента не хватало для зала. И так шла моя жизнь, пока в Омске не появилась ассистент-режиссёра Мосфильма Наташа Коренева. Она искала антигероя для фильма каждый вечер в 11. Пришла в театр, посмотрела фотографии, стала расспрашивать ребят, а они вытолкнули меня. Вот вам готовый антигерой, берите. Посмеялись вместе и на том расстались. Ждите, вот мы ждали, ждали, ждали. Ну, там уже обо всём это много написано, как бы, как это всё происходило, да. Но когда первый вызов из Москвы реальный пришёл, что ему надо на пробу ехать, ну, он взрослый, он вообще-то сдержанный человек, да, он был как ребёнок. Он прыгал, кричал, стойку на руках делал, скакал по всей нашей смешной комнате. Получив телеграмму с приглашением на кинопробу, я ринулся перечитывать пьесу Булгакова. Стали гадать с женой, кого бы я там мог сыграть. Светлана сказала, может, Хлудова? Она всегда преувеличивает мои возможности. А я, конечно, на эту роль и не замахивался. У нас была стала такая позиция, наш или не наш. Вот то, что он наш, это было с самого начала. Как только мы его увидели, увидели по фотографии, мы его вызвали и сказали сразу, этот человек наш. Где мы его используем, как мы его используем, я не знаю, но это наш человек. При первой встрече режиссёры предупредили меня. Не стесняйтесь, будем вас разглядывать. Пробовали на роль Голубкова, потом на роль начальника контрразведки Тихого. Режиссёры в отчаянии. На роль Хлудова пробовались все актёры, которых себе только можно было представить. Но ни в ком Хлудова мы не находили. Положение было катастрофическое. И в этой нервной атмосфере, как призрак, над нами всё время висел Владик Дворжицкий. Он просто поселился у нас в голове, и вместе с нами, глядя на эти чужие пробы, как бы оттуда, из Омска, тихо говорил, ну вот же я, посмотри на меня, я Хлудов. Личность, которая, по нашему мнению, совпадала с нашим представлением об этом образе, но не готовую, не сформированную как актёр, или уже готового прекрасного актёра, там прекрасные актёры пробовались на эту роль. Но и мы предпочли вот это, и я не жалею. А я целый месяц маялся в Омске ожиданием, и всё на что-то надеялся. Наконец свершилось. Был вызван вторично. Почему люди, стоит им войти в вагон, прилипают к окну? Что там? Тот же перрон, на котором они в ожидании томились, и которые знакомы им до каждого окурка, и... Странно это, а? Капает? Это, говорят, хорошая примета уезжать в дождь. За окном так темно, что это уже не окно, а зеркало, и в нём я. В себя смотреть, что ли? И зачем я еду? Съёжившись на высоком табурете, сидит Роман Валерьянович Хлудов. Человек этот лицом бел, как кость. Хлудов брит, как актёр, кажется моложе всех окружающих, но глаза у него старые. На нём солдатская шинель, погоны суконные, и на них небрежно нашит чёрный генеральский зигзаг. На Хлудове нет никакого оружия. Он болен чем-то, этот человек, весь болен, с ног до головы. Он морщится, дёргается, любит менять интонации, задаёт самому себе вопросы и любит сам же на них отвечать. Когда хочет изобразить улыбку, скалится. Он возбуждает страх. Он болен, Роман Валерьянович. Догадка моей жены подтвердилась. Поручили Хлудова. Работа над ролью началась с невероятно сложной сцены в поезде. Хлудов в бреду. Его преследует призрак повешенного солдата, который осмелился сказать Хлудову о его зверствах. Было ужасно страшно. Пережил и это. Снимать-то начались самые трудные сцены. Это сцена его такого лёгкого сумасшествия, как мы называли, в вагоне. Когда он едет, и говорит, кто это стоит. Он попал сразу в очень тяжёлую сцену. Смущение достигло невозможного для его сдержанной натуры эмоционального градуса, когда постановщики фильма разглядели в нём возможности для Хлудова, а не то, что для эпизодического персонажа. Владик был смят, растерян. Перед ним открылась совершенно новая перспектива. Ошарашен был и дворжецкий папа. Он знал об учёбе старшего сына, но скептически относился к его профессиональным возможностям. Однако отказываться от выпавшего испытания – это как-то не по-дворжецки. 1969 год, апрель, 8 число. Первая в жизни съёмка. Когда я впервые увидел себя на экране, закружилась голова, и это не странно. Трудно даже голос свой воспринять впервые. А тут человек двигается, говорит и «этот человек – ты». Когда началась работа на съёмочной площадке, всё время чувствую, что за мной наблюдает какой-то ужасно знакомый человек. Пронзительный человек. Он сидит молча и смотрит, что я делаю. А режиссёры, как назло, говорят – сделай так, попробуй это. Пробую – делаю. А он молчит и смотрит. Не выдержал я, спрашиваю – кто это? Да баталов, Лёша, говорят. Давай дальше. Очень трогательно. Я никогда этого не знал. Он, так теперь, то, что я сейчас сказать, он и хотел, он и просил. Потому что, опять, на площадке же не спросишь, понимаешь? А когда мы приходили домой, в гостиницу, или разгримировались, и загримировались, он мог у меня спросить то, что на площадке не спросишь. Иногда просто «ну». Это нормально. Иногда. Это же не важно. Понимаешь, что слова не имеют значения. И важно только, ну, как тебе сказать, когда попадает актёр, даже не надо ничего разбирать. Надо сказать, вот сегодня, наконец-то, а он там знает, из каких мест души надо вынимать. А говорить это нельзя. Владик появлялся у нас поздним вечером, бегал по квартире в носках, и зычно орал о происходящем. Съёмки ошеломляли его. Но не столько обилием техники, сколько непостижимым уровнем партнёрства. Наскоро закусив, он коротко набрасывал картину дневных приключений, когда засматривался на репетиционные шедевры Ульянова, Евстигнеева или Бателова. Он был необыкновенно чуток человеческий. Вот я ему ещё ничего не сказал. Но он уже затревожился, что он сделал что-то не то. Вот он, как краем глаза, всё время подсматривал за нами, особенно в начале. Потом он успокоился. Возможность на себя посмотреть, хотя это противные зрелищи, но всё равно возможность на себя посмотреть, она даёт что-то актёру. Может быть, даже и не то, что думает окружающий. Но, безусловно, даёт. То, что он молодой, то, что он мало ещё почувствовал и пробовал кино – это да. Но с точки зрения характера, с точки зрения образа, конечно, он шёл, это, знаете, как пояс на встречу. Какие-то задания совершенно невероятные. Сны его, встреча с убиенным и так далее, и так далее. Ну, во-первых, это начисто несвойственно тому советскому кино. Во-вторых, и на театре, извините меня, этот молодой человек тоже этого ничего не играл. Значит, всё сначала, вот буквально всё сначала. Они не ругались, не высказывали недовольство периферийностью, не навязывали своей воле, умели слушать, что говорит актёр. Как я убедился, артист у них всё равно потом делал то, что им было нужно, но при этом уверенный, что это он так придумал, что именно это он и хотел сделать. Очень серьёзно относился и прекрасно понимал, на какую гору надо лезть. Вот в тот момент, опять я, так сказать, дурная свидетельство, потому что я видел человека в минуту, когда он был собранный, двигался совершенно, ну, как все силы, какие у него были, все на это были вложены сюда и больше никуда. Актёром Владислав был необыкновенным, говорит Наумов. Кого я только не снимал, самых выдающихся, прославленных и знаменитых. Но он обладал мистическим свойством притягивать внимание к собственной персоне. Этим обладают все крупные актёры. Но вот Ален Делон, если будет просто идти по тротуару, то из ста человек вы заметите именно его. Владик умел молчать на экране, а это очень трудно. Он владел тем редким даром, который мы называем «внутренняя тишина». Михаил Ильянов спустя много лет говорил, Влада трудно было назвать компанейским. Скорее, он был замкнут в себе, но при этом очень учтив и скромен. Думаю, что выше бега Влад ничего не сделал. Алов и Наумов очень друг друга уравновешивали, и они лепили Владика, а он был всецелый в их руках, и в результате вылепили замечательный характер. Часто слушая вокал «Свободное от жеманства, искусственности и напряжения», мы говорим, что поет природа, естеством. Не требуется, мол, занятия, репетиции, упражнений. Не нужно метода, стиля, работоспособности, дара самокритики, умения распределять силы. Все это излишне. Обо всем позаботится природа, удача, счастливый случай. Он ничего не играл, а просто существовал в заданных ими координатах, в четко заданном эмоциональном режиме, строго оговоренном психофизическом состоянии. Уверен, что в театре Владик не сыграл бы так, как это получилось в картине. Театр требует образа, а кино типажа. В театре на типаже ничего нельзя сделать. Все можно свести к статистической вероятности, к физическим усилиям. Роль интеллекта, упорных занятий, воображения и мужества, умение собраться оказывается по такой логике, равной нулю. Еще Данте предостерег. На перене лежа ни славы не добыть, ни одеяло. Он сильно изменился за время работы над бегом. От начала картины до финала картины. Потому что он, собственно говоря, ведь начинал совершеннейшим, как говорится, младенцем в области кинематографа. А в конце это был просто матерый человек. Голые камни. На чужом берегу куполами нареты мечети. Для чего? От кого стерегут? День за днем от рассвета к рассвету Воспаленных глаз свинцовая боль. Холод, память, бред. И я знаю, не спорь, там стоит до сих пор в генеральской шинели скелет. В том, что первую в кино роль я получил такую, как Хлудов, есть огромное «но». Все равно, как если бы дали человеку луну, подержать и отобрали. Потом всю жизнь будешь на нее смотреть и... выть. К Булгакову Влад относился с глубоким и чуть болезненным интересом. Творческое родство двух великих мистиков Булгакова и Гоголя представлялось ему несомненным. Сыграв Хлудова, он мечтал о Воланде и Вии. Иногда, шуточно репетируя, он так произносил «поднимите мне веки», что по коже пробегал озноб. Другой бы, взяв такую высоту, и куда бы он полетел, а этот никуда не полетел, понимаете? Опять же, о том, о его... о его мужиковатости. Что-то его не задавило, не придавило, не свернуло, не обидиотило, я не знаю, как это сейчас сказать. Ну, сейчас-то, понимаете, самая слава, она дурную славу служит. В театре после кино смелее играется, но сковывает необходимость простые фразы говорить неестественно громко. Он говорит о том, что в кино вот то, что он мог более выразительно подать, там, лицом иногда, движением ресниц, уже в театре... или, там, сказать в театре фразу громко, чтобы слышали в последнем ряду, дайте спички, да? Он говорил, ну, в этом уже какая-то натяжка была. И становится немножко за себя стыдно. Хотя это абсолютно естественное для театра явление. После кино мне с ним справиться трудно. предпочтительнее, наверное, для него и стал кинематограф, поэтом. Кино, конечно, труднее, потому что в театре есть какая-то последовательность действия. В кино сначала снимают, нередко так, сначала убивают, а потом рождается, и все кверх тормашками. Владик постепенно становился хомо сапиенс, делился с друзьями отец. Должны были ехать в Чехословакию. Владик так заполнил анкету. Где родился, не помню, чем занимался, не помню, отец, мать, не помню, цвет волос лысый. Он уже был актером Владиславом Дворжецким и считал это самодостаточным. Без анкет и без виз. Они с отцом были резкие. Оба похожи в своей непохожести. Каждый из них был самостоятельной и грандиозной личностью, а такие всегда одиноки. Никогда, ни разу не было сказано отцом, что Влад хороший артист. Он вообще не считал Владика артистом, потому что, по его мнению, артист тот, кто играет в театре. «Кино – это фактура, глаза, поворот», – любил он говорить. Что такое везение? Пауза в съемках Святого Луки. Целый месяц в Риге шли дожди, а мы туда за солнцем поехали. Сидели мы с Олегом Басилашвили в номере. Я и говорю, надо же, рядом в одном объединении такой режиссер снимает «Солярис». Сил нет, как хочется у него работать. Так бы и подошел и сказал, «Андрей Арсеньевич, возьмите меня». Я даже спрашивал ассистентов, как Тарковский отнесется, если вот так взять и подойти. Как подойдешь, говоря, так и уйдешь. Он ненавидит актеров, которые просятся к нему. Тарковский этого терпеть не может. Он просто выставит два счета. И только они проговорили, раздается звонок. «Приезжайте в Москву», вас приглашает Тарковский. Ну вот, не случай ли очередной, да? За последнее время в моей актерской судьбе наметился резкий крем. Из разряда отрицательных героев воли режиссуры перехожу в разряд положительных. Мне хочется попробовать себя в полностью противоположном, в комедии, эксцентрикой заняться. В одном интервью сказал, хотел бы сняться у Рязанова. После этого он стал со мной здороваться, но роли не предлагает. Снова снимался, играл каких-то супербандитов или сверхгероев, нарабатывал метраж и послужной список, но иногда отчаянно твердил, что его используют, а он так и не знает, актер он, по сути, или нет. Он очень страдал по поводу того, насколько все достойно будет. Его работа и вообще фильм, потому что, конечно, не безразлично было, что будет. Хотя были в это время же, шли очень интересные предложения. Я помню, что Храбровицкий, под него писал сценарий поэмы о крыльях, Сикорский, очень интересные роли. Он совершенно на крыльях прилетел, но вынужден был отказаться. Мне он сказал, что и Таланкин предполагал его в отце Сергия. Я разговаривал с Феллини. Он такое себе придумал название средневековые лица. Он даже иногда выпрыгивал из машины, когда ехал по Риму, и шел за каким-то человеком, потому что его поразило его лицо. Так вот, у Дворжетского было особое лицо. Аллов и Наумов, они говорили о том, что они будут его снимать всегда. Он с этими словами вошел в дом. Он приехал после этого. И вот ты слышал? Я, конечно, слышал. Они будут меня снимать? Филипп вообще, как персонаж, нами был задуман очень зажатый, скрытый. Вся его жизнь, все его помыслы, они где-то таились внутри. И поэтому он появлялся редко, он появлялся странно. Он очень хотел сниматься. Но так случилось, что у нас не получалось. И единственное, что я вам могу сказать, что вот на такую роль в легенде отели Олим Шпидели он очень радостно соглашился. Монтене, по-моему, где-то есть. Да я бы с радостью подчинялся. Это хорошо не думать, если разумно то, что мне приказывают. А ведь все восстает, когда чушь приказывают. А это бывало. Не каждый день, но бывало. Мне кажется, усталость у него накапливалась. И, может быть, раздражение. Рубежным моментом в его метаниях стало предложение Анатолия Эфроса поступить в театр на Малой Бронной. Владик испугался. Ни Эфроса, нет. Ни его значительных актеров. Испугался именно неизбежности понимания своей судьбы. Были приглашения в театр на Бронной, в театр Моссовета. Я знаю, что ему звонил Завадский. Он должен был через какое-то время дать ответ. Причем условия бы предлагались хорошие, жилищные, в том числе, в чем он нуждался. Владик отказался. Часы – это страшно. Особенно страшно становится, когда обратишь на них внимание. Так обычно их не замечаешь. Но стоит задуматься о времени, как о чем-то вещественном, имеющем для тебя лично предел, и часы становятся носителем такого, от чего хочется выйти, кричать, кусаться. В мозгу звучат слова «меньше, меньше, меньше». Меньше становится не времени, а тебя самого. И время шло. Стремительной круговертию новых съемок, знакомств, поездок по стране, Влад словно пытался перехитрить его. Много ездил, купил машину. Он даже бороду отпустил, по совету католикосов всех армян Вазгена, с которым лежал в больнице после инфаркта. Мудрый иерарх сказал ему, что надо менять внешность, если чувствуешь над собой нависшую угрозу судьбы. Порой актерский интерес дремал в нем. Проявлялись желчь и неудовлетворенность. Ставшая текучкой работы в кино всерьез его уже не задевала. Может быть, лишь роль капитана Немо привлекла его образом подводного отшельника. Он сыграл еще несколько ролей в кино, и осталось от них общее ощущение, как много может этот человек, и как мало от него хотят. Это были гвозди, забитые микроскопом. В результате он сделал своим главным ремеслом так называемые встречи со зрителем. Часы, вероятно, придумал добрый человек, желавший людям помочь что-то успеть, что-то не потерять, а превратились они в крохотные гильотинки на глазах отрубающие секунды человеческого существования. И это завораживает, как всякая казнь. Маятник, как медная секира, срубает головы минут. А потом спектакль просто кончился. И Савва говорил, несмотря на то, что были, так сказать, у него там люди, кто мог бы кого-то изменить, но оказалось, что незаменимым. И просто спектакль не пошел. Хотя на него вовалом валил вся Москва. Суть в том, что он был отдельный, особенный, отделенный от всех. Он актер, который занимал определенную нишу в нашем кинематографе. Вот это было его место. И с его смертью, я не знаю, кто туда мог попасть, пока вроде не и не случилось. Его ниша пуста. Вот такой актер нам нужен. Это актер для глубоких философских ролей. Вот этот его магнетизм, вот согласись, вот столько лет прошло, он нас ведь всех держит, он нас всех сдружил. Это ведь бывает далеко не всегда. Далеко. Бывает, люди распадаются, как год прошел, ну два прошло, и там каждый сам по себе. Владик, ведь нас держит, мы же большие друзья по жизни, Валера, не откажешься же, мы большие, близкие друзья. И это Владик. У Войжуковского где-то милых спутников, которые нам свет своим присутствием животворили. Не говори с тоской их нет, но с благодарностью их были. Бессмертие, тихий, светлый брег, наш путь к нему стремление, покойся, кто свой кончил, бег. Живешь, пока на земле есть хоть одно существо, которое знало тебя. Потом будут смотреть на камень, которому придана форма твоего лица, и не думать о тебе, а просто смотреть. А если спросят, кто это, никто, кроме официальных лиц, кому это положено по службе, не сможет ответить. И ни с чем живым этот камень не будет связан.